Журналистка «Дождя» Марфа Смирнова сделала документальный фильм, снявший «Хиджаб» о мусульманках Дагестана. В фильме три дагестанские девушки открыто рассказывают, как и почему они сбежали из своих мусульманских семей, как их там физически и психологически мучили. Фильм запустил волну обсуждения в соцсетях. Еще одна волна связана с заявлением одной из героинь, что у нее хоть и трудная жизнь, но она хотя бы жива, а не как в Чечне. Девушки без вести пропадают. Обо всем по порядку. Героинь мусульманок фильма притесняют? Да, притесняют. Избивают? Избивают. Героинь рассказывает об отце, у которого вспышки гнева, об агрессии мужа. Плохо им там? Плохо. Когда одна из героинь обратилась к маме со словами «Мама, я хочу умереть», та в ответ промолчала и пошла по делам. Все это ужасные истории и заставляют чувствовать боль и разделять эту боль с героинями. Только одно непонятно. Причем тут ислам? Ощущение, что фильм Марфы Смирновой о дагестанских девушках получил себя манипуляцией. Потому что если присмотреться к фильму, то он больше про дискредитацию ислама с помощью пострадавших якобы от ислама женщин. Не снимаем репортаж, а потом думаем, что это все значит. А сначала придумали, что хотим показать, а дальше истории героинь подбиваем под нужный посыл. Одна героиня с психическим расстройством, ей нужна помощь клинических специалистов, а ее фильм берут. Там, очевидно, нужна поддержка, психотерапия, чтобы не возникла психотравма, а ее провокационный фильм бросают. Как на амбразуру, с открытым лицом, именами, к хейтерам поближе, которые непременно на фильм среагируют. Мне очень жаль этих героинь. Мне жаль, что они оказались в таких жизненных обстоятельствах. Но создательство фильма Марфа Смирнова подводит к тому, что, мол, все женщины Дагестана угнетены. Это необоснованно. Сняла, мол, хиджаб, и все проблемы прошли. Но ведь не прошли. А потому хиджаб, ислам ни при чем. Но Марфа преподносит это так, что в хиджабе и есть вся причина. Ну такое себе кавказоведение. В фильме частные трагедии конкретных людей. Не всех мусульман, не всего Кавказа. Это сложные, но личные истории этих женщин. Что у нас во всем мире, у женщин все идеально, и только на Кавказе их притесняют? Нет. Взгляните на статистику МВД Росстата. Посмотрите, что в США, в Европе. Вот во время самоизоляции в России число случаев домашнего насилия по официальным заявлениям увеличилось в 2,5 раза. У нас что, в этот период в 2,5 раза чаще ислам, что ли, начали принимать? Или якобы дагестанские нравы в 2,5 раза как-то распространились? Нет. Просто из-за карантина жертвы домашнего насилия из дома не выходили. И помощь им было получить сложнее, а давление в силе на них продолжалось. В фильме упомянута Чечня. Меня обратно не скинули, пока меня там до смерти не изобьют? Или я без вести не пропаду, как девочки, да, которые там в Чечне живут? Есть ли в Чечне домашнее насилие? Конечно, есть. Но не является Чечня землей обетованной или раем на земле. Бывают случаи, но рычаги борьбы со Средневековьем, а насилие над женщинами – это Средневековье и слабость, выработаны и доведены до автоматизма. В Чечне женщин слышат. И сейчас у нас прав намного больше, чем когда-либо. На стороне женщин муфтияд, законодательство, все государственные органы. Времена, когда в Чечне воровали невест. Или после развода женщины годами не могли видеть своих детей, канули в лету. Девушки сначала получают диплом, только потом семейная жизнь. Это реально так в Чечне сейчас. Марфа, редакция «Дождя». Может, вам нет дела до угнетения женщин? Почему, если заботит судьба этих дагестанских девушек, то они с клиникой и врачами помогли, а фильм сняли? В фильме показаны примеры, которые могли произойти в любой стране, в любой конфессии, в любом обществе. Это не мусульманки разочаровались в исламе, а у них были либо проблемы в семье, либо проблемы в голове. Верующие мусульмане никогда не допустят описанный фильм случай, потому что эти случаи прямо противоречат ценностям ислама. И, конечно, дагестанские женщины тоже не лыком шиты. И коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, и сами спасут нуждающегося в помощи.